Как играли джаз в Новосибирске в 1977 году? Или как по улицам города ходили медведи? Все это можно увидеть на сеансах в кинозале «Синема». Киножурнал «Сибирь на экране» возвращается на большой экран. Редкие кадры, найденные в киноархивах, восстанавливают местные кинодокументалисты и готовы показывать их зрителям. На первом показе киноклуба «Сибирь на экране» побывал Станислав Якушевич. Среди коробок с пленками документалисты находят редчайшие кадры. Так Борис Травкин совершенно случайно отыскал свой фильм 1966 года, который считал потерянным навсегда. Работа по поиску и возвращению в Новосибирск, выпуска в «Сибирь на экране» идет уже несколько лет. Это часть масштабного проекта по сохранению визуальной истории Новосибирска. Многое из того, что увидели зрители, нашел и восстановил Анатолий Антонов. Реставрация и оцифровка, говорит звукорежиссер, процесс будничный и для непосвященных малоинтересный. Придешь именно номер, перематываешь, чистишь, это делают девчонки. Потом сюда подносим, оцифровываем, корректируем яркость контрастность. Вся реставрация. Литератор Илья Лавров, журналист Александр Метелица, выдающийся скрипач Вадим Репин. Все они были героями «Сибирь на экране». А то, что редчайшие кадры сохранились на пленке – настоящая удача, отмечает Элла Давлетшина. Ошибся. Ошибся. Но не смутился. Они строятся немножечко по другим законам, и там есть вот этот именно воздух времени, кинохроника. И еще надо сказать, что это снимало поколение на пленке, и поколение, которое училось в Афгике, и выросло на классических образцах киноискусства. После первых показов зрители подходили и спрашивали, когда новые сеансы. Показы, пообещали организаторы, будут каждый месяц. Но зрители увидят не только архивные выпуски. Документалисты уже приступили к съемкам современной «Сибирь на экране». Традиция возрождается. Легендарный альманах возвращается на экраны. Показывать оцифрованные и восстановленные выпуски «Сибирь на экране» будут пока в зале новосибирском кино-видеопроката. Для этого тут даже организовали специальный клуб, который так и называется «Сибирь на экране». Организаторы также надеются, что киноклуб станет местом встречи для всех тех, кому интересно сибирское документальное кино. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости.